Здравствуйте! В эфире новости. К этому часу военное командование Украины заявило о якобы контрнаступлении в Херсонской области. Как всегда, информация не соответствует действительности и подтвердит это наш собственный военный корреспондент Сергей Безмыловлазов, который сейчас находится там. Сергей! Сергей! Вы в эфире! Добрый день, студия! Что вы сказали? Я говорю, вы в эфире! Нет, я в Херсоне. Точнее, в данный момент я нахожусь где-то в Херсонской области. Расскажите, какая у вас там обстановка? Вы знаете, в целом все в порядке. Здесь все по-прежнему тихо. Можно сказать спокойно. Так, спокойно или тихо? Ну, можно спокойно сказать, что тихо, но лучше тихо сказать, что спокойно. Ну, по вашему спокойному лицу мы видим, что все действительно тихо. Сергей, можете ли вы опровергнуть информацию о том, что ВСУ наступает? А, простите, не услышал, что вы сказали в конце. ВСУ наступают. Где? Нет-нет, Сергей, это вопрос. А, фух! А то я слегка подобоср... 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 сразу не понял, что это был вопрос. Ну, информация не соответствует действительности. По нашим данным, ВСУ в панике бегут с поля боя, но пока почему-то именно в нашу сторону. Студия! Скажите, правда ли, что ВСУ прорвали первую линию обороны? А, еще раз, плохо слышно! ВСУ прорвали первую линию обороны! Опять! Нет, это вопрос. А, тогда, конечно же, нет. Это все безпочвенные заявления. Там на передовой наши солдаты в чем-то нуждаются. А, конечно, больше всего им нужно в данный момент не быть на передовой. Но они знают, что наше дело правое, и они скоро обязательно побегут. В смысле, победят. Студия! Скажите, какой сейчас моральный дух у наших военных? Не услышал. О чем вы спросили? Я спросил о моральном духе наших военных. А, да! А моральный дух наших военных, как всегда, на высоте. И я уверен... Сергей, что это у вас там такие громкие хлопки? Э, все в порядке. Это на полях детонируют перезревшие арбузы. Что, прямо так сильно бахкают? Ну да, это ж бах... 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 бахчевые культуры. Вот они и бахкают. А, не стреляйте, я репортер! Фу, блин, это собака, господи, так. А, да, о чем я говорил? А, вот, наши солдаты вчера по полной от... 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 стрелялись по позициям противника. Поэтому сегодня, можно сказать, небольшое затишье. Студия. Сергей, как вы можете прокомментировать работу наших надежных ПВО? Да, вы правильно подметили. ПВО наши, как всегда, надежные. Вот только в нашем секторе находятся три системы ПВО, которые работают надежно, слаженно. Сергей, все в порядке? А, я вам даже больше скажу. Две системы ПВО работают надежно, слаженно. Но, по большому счету, одной системы нашего надежного ПВО достаточно, чтобы справиться с незначительными обстрелами. Слушайте, да что мы с вами все про ПВО, да про ПВО. Давайте обсудим и другие темы. Скажите, что слышно про Антоновский мост? А, скажем так, про Антоновский мост слышно. И с каждым днем все слышнее и слышнее. Местные говорят, что ему давно уже жесткость опор увеличили. Поэтому он надежный, как никогда. Скорее, даже никогда, чем как. Кстати, интересный факт. За последнее время мост успел сменить несколько названий. Сначала он был Антоновский, потом стал Пантоновский. Ну, а прямо сейчас его можно смело назвать Подводовский мост. То есть нашу технику, я так понимаю, можно будет переправлять под водой? Абсолютно верно. Более того, под водой уже находится большая часть нашей военной техники, которая, я уверен, в любой момент готова героически заржаветь за родину. Студия. Скажите, чисто теоретически, есть ли шансы у ВСУ взять вас в котел? Это маловероятно. Во-первых, с нашими бойцами кашу не сваришь. А во-вторых, при всем желании. Ну, где они возьмут такой огромный котел? Как говорится, поживем, увидим. Если поживем и увидим. Субтитры сделал DimaTorzok